Всем привет! Меня зовут Кирилл. Очень приятно, так сказать, видеть и знакомые лица, и достаточно много новых лиц. Так что, я думаю, будет интересно. В сегодняшнем докладе я расскажу про адресный поиск, про определенный к нему подход. Если будут комментарии или какая-то своя точка зрения, можно высказываться прямо в процессе. Мы сперва посмотрим, как дегируются адреса в России, в Европе. И посмотрим, как это все используется в навигаторах и в главном поиске на текущий момент номинации. Потом еще раз можно будет все это обсудить. Ну, во-первых, почему я часто говорю об адресации, об адресном поиске? Потому что потребители данных судят о качестве карты, в частности по адресам. Понятно, да, что интересно рисовать, например, дорожки в парках или реки, горы, озера, дороги. Но люди очень любят простые люди, пользователи очень любят адреса. Вот, например, Максим только что жаловался на то, что адресный поиск работает не настолько хорошо, насколько хотелось. Посмотрим, что мы имеем на эту тему. Так, показал слайд раньше времени. Значит, вот, кто на него уже посмотрел, вот, но прошу забыть секунду. Значит, вопрос был такой. То есть, в каком регионе, вообще от меня слышно, да? Значит, в каком вообще регионе, регионе России больше всего нарисовано адресов? Какие будут мнения? Вот самая, да, это удивительная, удивительная вещь. Что больше всего адресов космоманьяки нарисовали в Краснодарском крае. Вот я сделал такую табличку, чтобы можно было посмотреть, кто у нас в начале списка, а кто в конце. То есть в Краснодарском крае нарисовано 255 тысяч адресов. Это вот максимум. Самое интересное, что это больше, чем... Там только здание не должно быть, нет? Что? Здание не должно быть. Ну, ты понимаешь, в чем дело? Это же как бы юг России, наш частный сектор, много домов. Собачий гудок. Вот. Ну, суммарно больше, чем в Москве и Петербурге. Но, тем не менее, в Москве и Петербурге тоже уже счет нарисованных домиков идет на десятки, вот и на первые сотни тысяч. Вот не все регионы у нас такие замечательные. Вот совсем, да, рядом с Краснодарским краем есть регионы, где адресов, так сказать, совсем мало почему-то. Я думал, в хвосте будет Чеченская республика, нет, так сказать, вот. Но в Ингушетии всего три адреса. Ну, речь здесь, конечно, об адресах домов, да? Всего три адреса. Ну, что подделать? С мапперами, может быть, не очень хорошо. Это условие, да, для того, чтобы обходить улицу. Записывать адреса, не так все просто. Вот. Вот это вот статистика по Дании. Статистика по Дании. Небольшая страна, она интересна чем? Вот в данном контексте, что датские мапперы получили некую государственную базу. И вся эта государственная база была импортирована в ОСН. Значит, мы здесь видим, что вот области Дании, ну, понятно, да, что Дании много меньше России. Я сейчас не помню, насколько она сопоставилась с одной московской области. Вот. Тем не менее, да, то есть счет идет на сотни и даже на миллион, миллион адресов. Ты сколько, да? Порядка двух с четырех миллионов. То есть это то, к чему мы должны стремиться. Так что вот, да, с этой точки зрения вот сообщение о том, что… Но я подозреваю, что в Московской области тоже так по-хорошему должно быть порядка 500 тысяч адресов. То есть, допустим, Краснодарский край, да, имеет где-то 50% того, что хотел. Значит, Москва – четверть. Вот. Остальные регионы, да, там типа Оренболга, наверное, еще меньше. Поэтому вот как бы ноты о том, что вот по какой-то улице не найден какой-то дом, наверное, интересно, да, но это еще пока некая капля, капля. Вот. Тем не менее, вот адреса есть, и для них есть теги, для них есть некая адресная схема. Значит, интересно что? Что вот та вот схема, которая используется в России, да, хотя она называется «кансруэ», используется некий сокращенный «кансруэ». Он, в принципе, отличается от того, что наши друзья используют в Европе. В чем особенность? Что если мы говорим о тегах, которые стоят на доме, вот мы задаем обычно два тега «Адер Стрит» и «Адер Хаус Намбер». Значит, принадлежность к городу обычно задается через полигон «Стегами Плейс». «Стегами Плейс» – это сокращенная схема, которая у нас используется и неплохо работает. Значит, вот что мы видим на этом слайде. Вот этот вот кусочек, насколько я помню, я его взял из Петербурга, да, там, там, 17, или ТРВ. Значит, теги, что вот надо здесь подчеркнуть? Что адресные теги вешаются прямо на дом. Почему на дом? Это вот очень интересный момент. Вот так сложилось в нашем сознании, что мы считаем, что адрес – это атрибут дома. Что адреса имеют дома. И иногда это приводит, так сказать, к достаточно комичным ситуациям, потому что стоит вопрос, что же делать, если у одного дома есть несколько адресов, да. То есть пытались использовать, допустим, так сказать, добавлять цифру к основному тегу, там, АДР – 1,3, АДР – 2, ХАУСНАМ. Пытались, пытались делить, допустим, дома по диагонали. Совершенно формально такое добро навстречали, да. Ну, сейчас мы еще дальше посмотрим. Значит, от того, что принято в России, европейская схема отличается. Вот. Сами адреса ставятся не на дома, а просто на точки. И очень часто эти точки вообще лишены других тегов. Причем ставится часто полный адрес, который включает номер дома, улицу, сити, город, регион, страну. Вот. Это вот типичный скриншот с карты Дани, да, какая-то датская дилетка. То есть мы здесь видим дома и видим адресные точки, которые стоят внутри домов. Это отличается от того, что есть в России. Вот эта вот схема, она почему-то в России не прижилась. И тут, мне кажется, такое различие в сознании. Вот еще один вариант. Вот если предыдущий скрин был из Дани, этот скрин я взял откуда-то из Вены, из Австрии. Тут вот хорошо видно, что используются адресные точки. Причем они здесь изображают, собственно, адресные таблички. Адресные таблички. Причем тогда вопрос, что делать, да, если у дома есть несколько адресов, то надо их очень легко заматывать. Просто ставится несколько адресных точек. Причем, если эти адреса как бы выходят на фасады, да, у дома два фасада, угловой дом. Очень просто все решается. Вот. Еще очень интересный вопрос. Надо ли ставить адресные тыги на пои? Вот была очень смешная история. Вот в Питере я там попытался обозначить несколько пои и добавить на них адреса. Значит, эта вот идея вызвала достаточно бурную-бурную полемику. Вообще может ли быть такое? И если вот, допустим, есть ресторан или салон красоты, достойен ли он того, чтобы на него был поставлен адрес? Был поставлен адрес. Ну вот к этому есть некие объективные подсылки. Сейчас посмотрите. Значит, что здесь вот я хотел сделать? То есть, вот есть дом, это перекресток Вознесенского проспекта и улица Декабристов. То есть, вот в нынешнем Озме и вот на тот момент вот был некий дом, да. То есть видно, то есть одной стороной он выходит на Вознесенский проспект, другой другим фасадом он выходит на улицу Декабристов. Если вот посмотреть, например, ну здесь я не буду делать этот снимок, на самом деле у него есть аншлаги адресные с двух фасадов, они прекрасно висят. Кроме того, вот есть пои, теперь у пои у всяких ресторанов, буквально магазинов есть в сайте, на них указаны адреса. Значит, что здесь интересно, что у нас здесь есть стоматология, и она имеет адрес по Вознесенскому проспекту. Есть салон красоты, тоже дом 13 по Вознесенскому проспекту. Есть рестораны, да, два ресторана выходят на улицу Декабристов и имеют адрес улицы Декабристов, дом 2. Причем интересно, что в Петербурге есть информационная система, да, РГИС, значит, питерские мапперы вымеряют по ней адреса. Причем интересно, что вот если на них посмотреть туда, то у каждого дома там строго один адрес, строго один адрес, и его вешали как бы на том. Значит, вот когда были вот расставлены пои, они вылезли очень смешным образом на мапнике, да, получилось не очень, не очень красиво. То есть вот на самом деле цифра 2 это адрес дома. Совершенно непонятно по какой он улице, на самом деле, да, по улице Декабристов. Хотя вот здесь вот визуально кажется, что он относится к Вознесенскому проспекту. А сами, сами пои, да, вот это некая бага. Мапник, известно, что у мапника есть достоинство, что он быстрый. Есть баги, что не все на нем рисуется. То есть мапник вот это расставил вместо названий, название номера. Это, конечно, не очень хорошо, это проблема, которую придется решить. Вот. Самое интересное, что вот, например, гуманитарный, гуманитарный слой, он отрисовал все правильно. Отрисовал все правильно. Вот. Что мы видим в стоматологии, видим некий-некий магазин, видим ресторан. А, собственно, адресные таблички, они оказались расставлены в разных очень странных местах. То есть вот этот вот номер 13 изображает адресную табличку с фасада, что обозначать номер 2 и к какому дому он относится, непонятно. Непонятно. Вот. Ну, естественно. Слайд с Кольчиком. Нет. Да, то, что есть эргист, это очень хорошо. Вот. И то, что можно выверять по нему адреса, это тоже неплохо. Вот. Но, тем не менее, что я хочу здесь подчеркнуть, что адрес – это некая информация, которая находится в обороте. Она существует не только в регисте, не только существуют, ну, в смысле официальные-официальные адреса. Адреса используются для того, чтобы можно было искать что-то. Дома обозначаются аншлагами, адресными табличками и печатаются, так сказать, на всяких документах, письмах, печатаются в визитке, рекламу. То есть пренебрегать адресами, которые реально находятся в обороте, не хотелось бы. Вот. Еще есть такой замечательный, это уже следующая тема. Есть такой замечательный текст «Adder Place», который был введен как некий дубликат. «Adder Street», если сам объект, по которому ведется адресация, является улицей, является улицей. Вот интересно, да, что вот, например, адреса, которые относятся к каким-то линейным-линейным объектам, да, там улицы, переулку, проспекту, даже площади, мы вот их заносим в «Adder Street». Значит, если это объект не линейный, а некий абстрактный, то возникла практика заносить его в «Adder Place». Значит, это много обсуждалось на разные лады. Вот. Может быть, в чем-то эта практика не идеальна, но она есть, и она достаточно победна, шагай по планете. То есть, вот те, которые мы в свое время начинали использовать, вот эти линейки в Европе, в Англии и в разных других точках по миру. Ну, не знаю, везде ли он используется обоснованно, но, тем не менее, такое есть. Вот. Теперь немножко про поиск навигаторов. Чем навигаторы отличаются от номинации? Ну, прежде всего, двумя вещами. Во-первых, этот поиск строго текстовый. То есть, навигаторы строят некий адресный реестр, и уже пытаются искать по нему только что-то геометрии. И при этом следуют как бы жесткой схеме. Страна, регион, город, улицы. Чем это обусловлено? Ну, наверное, это обусловлено жесткой структурой поисков файлов, да? Что такое поиски файлов? Это некое, ну, может быть, уже чуть-чуть архаичное. Но, тем не менее, такое эспиранто в мире навигаторов. То есть, карта представляется в виде текстового файла, которая потом может быть сконверчена в Garmin, Navitel, CityGit, еще во что-то. Вот. И есть некие фиксированные, ну, в отличие от ОСН. Да, в ОСН теге можно использовать какие угодно. Значит, здесь теги все фиксированы. И все объекты должны получить номер дома, улицу, горы, регионы, страны. Вот. Иногда это доходит до неких таких анекдотичных вещей, что вот элементы этого адреса нужно вводить последовательно в разные поля. То есть, вот это вот скриншот. То есть, эти гида здесь я. Чтобы найти какой-то адрес, я должен последовательно ввести как бы страну, область, город, город и улицу. Только потом я могу выбрать из списка, из списка номер дома. Вот. На мой взгляд, это большое, конечно, ограничение. Большое ограничение. Не всегда в доме. Вот. Но, тем не менее, это работает так, потому что есть вот строгие адресные иерархии. Да, для такой страны, для такой страны, как Россия, это подходит. Да, почему? Почему? Потому что улица всегда относится к населенному пункту. А населенный пункт всегда относится к какой-то административной единице. Вот. Значит, для Европы это очень часто не подходит. Почему? Потому что не всегда даже населенный пункт имеет четкие границы, с одной стороны. А с другой стороны, если пользователь ввел некий адрес, который он опять-таки подсмотрел где-то, да, не в реестре официальных адресов, например, в рекламе ресторана, то он должен иметь возможность его найти. Значит, то вот мы видим на этом слайде. Вот. Здесь мы видим... Ну, на самом деле, это адрес, конечно, в России. Значит, интересно самое последующее, что этот поселок, да, это некий район Култагород. Район Култагород. Поэтому для поиска в навигаторах это может быть проблема. Тем не менее, номинация, да, главный поиск с главный OpenStreetMap, он такой адрес прекрасно идет. Значит, он не мучает пользователя, является ли лакокраска городом, поселком или еще чем-то. Более того, более того, номинация даже не требует, чтобы дом был в явном виде перевязан к улице. Значит, номинация пытается сделать следующее. Ну, на самом деле он, начиная с полигональных объектов, то есть нет полигональных объектов, да, с четкой принадлежностью. Он ныщет просто поблизости. Он исходит из следующей модели. То есть, если пользователь ввел некий адрес, значит, он существует. А раз он существует, значит, надо бы искать окна СtreetMap. Соответственно, вот если он найдет как бы элементы, да, но они здесь есть. То есть, если он нашел некий точку, нашел точку, да, точку тополь, он начинает искать от нее дальше. То есть, если он, да, ищет Московскую улицу, то если он такую улицу в определенной близости находит, то он и считает, что здесь Московская улица, которая относится к этому поселку. А потом он ищет дом. Если вблизи Московской улицы он нашел дом 17, то значит, это и есть тот дом, даже если на нем нет те города Стрит. Там, кстати, вот в Википорте написано, что программное обеспечение может привязывать дом к ближайшей улице. Ну, привязывать для какой цели? Исключительно для адресного поиска. Вот. Соответственно, номинатор считает. То есть, если он нашел населенный пункт вблизи не в улицу, а вблизи улицы дом, то это и есть то, что ищет пользователь. Если, ну, в том случае, если он не нашел конкретного такого дома со всеми этими атрибутами. Вот. Если таких вот домов несколько, то он просто их покажет ранжировано. Ранжировано в будущем поисках. Вот, собственно, так. Глазерный указ. Вопросы, предложения, 9. Это реальная информация? 10%? Это по какому? Нет. Это... Это комплекс. Ну, то есть, он не имеет отношения к реальности? Нет. Нет. Ну, если вот брать Московскую область, то за последние два года число от ошибок, привязки, оно сократилось реально. То есть, там начиналось где-то чуть не с 20% ошибок адресации. Сейчас дошло где-то до 9%. Более точнее, не могу по сравнению сказать. Ну, по-моему, в какой-то момент перестала считаться ошибкой, как раз от XPS схема. Нет. В какой-то момент, там, если ты в моем валидаторе, там перестала считаться ошибкой... Ну, ладно, можно вернуться назад и сказать. То есть, в какой-то момент там перестала считаться ошибкой то, что вот эта вот улица, ну, улица, да, обычно мы привыкли к чему? Потому что улица все-таки рутинговая, рутинговые объекты, я не знаю, там улица Казакова, по ней можно ездить. Тем не менее, очень часто бывало так, что, допустим, по улице нельзя ездить, она пешеходная или вообще превратилась там в какую-то трубку. Вот. И сетевит на это реагировал очень болезненно. Значит, потом все-таки удалось донести, да, программистов это починили. Значит, после этого это перестало считаться ошибкой в валидаторе. Вот. Ну, там, в определенный момент там, ну, там эти ошибки не классифицированы были. То есть, они там показывались, как, собственно, ошибки стигили. Потом стало все более-менее нормально. Ну, что еще хочу сказать, что я все-таки жду, что и в навигаторах для России эта вот жесткая адресная схема жесткого реестра, она все-таки будет скорректирована в сторону вот некого человечного поиска. Вот. Вот. А как сейчас поиск на формате суборб решается? В скобках к названию улицы добавляется? В скобках, да, добавляется к улице. Добавляется к улице. Ну, ты понимаешь, он по нему ищет, да? То есть, вот если есть как бы суборбы, то они добавляются к названию улицы и по нему тоже можно искать. Слава Богу, там не требуется того, что если вот есть, ну, это чего касается, да, там, ну, в нормальных городах, да, в нормальных городах, как улица должна быть уникальная. Так, по идее. То есть, не может быть... Ну, да, да. Так, я не знаю. Ну, понимаешь, для Москвы, да, за этим более-менее следят. Там есть там улица 8 марта, Ново-Внуково. То есть, на самом деле, в Москве тоже уникальное название было, в Москве тоже. Ну, Новая Москва, я не знаю, она уже, ну, как бы... Там что-то привиновывает, но, по-моему, там еще очень много дубликатов. Ну, ты понимаешь, в чем дело? Я так понимаю, они этим занимаются, и когда... Ну, если вдруг этот проект не провалится, да, и мы там будем ездить, там, в Новую Москву, как по... По старой, по старой Москве. Там приведут, приведут в порядок. Вот. Значит, речь о чем? То есть, если у меня есть название, там, в разных районах, не уникальное. Значит, я должен добавить, добавить к ней название вот этого субурба, да, название района. Чего я совершенно не должен делать, так это не требовать. Вести сперва, так сказать, вот город Москва, потом название какого-то субурба, а потом только разрешать выбирать из списка улицы. Вот. Ну, такой, вроде, проблемы и нет. Хотя, вот, например, с городами, с городами она есть. С городами она есть. То есть, я улицу определённо должен привязать к какому-то городу. Ну, вот номинация как раз так не делает. То есть, вот, если я введу, например, город Москва, улица 8 марта. То есть, он мне покажет, как бы, начиная от центра, да. То есть, если я введу там Внукова 8 марта, он не будет меня надо мной издеваться, заявляет мне, что Внуково не город, и уводить его в адресный пуск не надо. В каком алгоритме он будет написать? Ну, если мы говорим о номинациях, да, то у него будет без два алгоритма. Значит, первый алгоритм такой. То есть, он... Ну, вначале он начинает искать объекты... То есть, если на объекте написано, что это дом 17 по Московской улице и адрес сити лакокраска или адрес субблук лакокраска, он его нашёл. Значит, если есть, так сказать, вот полигон, который называется лакокраска, то он решает, что все объекты, которые внутри него, они, как бы, имеют приоритет в поиске, они к нему относятся. То есть, если такого полигона нет, и нет у города чётких границ, это очень характерно, например, для Англии. То есть, вот эти вот, ну, в Англии, там, в городах, мне как-то очень смешно. Например, Вестминистер, да, там, считается, городом, там, в составе Лондона, там, там, с тысячи, не знаю, триста какого-то года удерживает статус города и собирается с ним расставаться, вот. При том, что у реальных городов там чётких границ нет, и они не нанесены никак на карту. Поэтому приходится просто отталкивать, что если человек там вывёл, там, там, не знаю, Вестминистер, там, какая-то улица, то он найдёт просто точку и поищет ближайшую улицу с этим названием к этой точке и их выдаст. И, в общем-то, это соответствует чему? То есть, представление релевантности. Если совсем простыми словами, что если человек ввёл адрес какой-то, то я его должен найти. Я не должен издеваться над человеком, говоря, что вот его запрос не соответствует официальным адресам. Потому что я хочу найти не официальный адрес, но в России таки есть, но во многих странах нет. А тот адрес, который пропечатан там на визитке или указан на сайте. Можно вопрос? Можно поподробнее? Когда ищется город, есть несколько вариантов. Сколько я знаю, там как-то википедии используются для сортировки важности. Да, ну, там есть доклад Сары Хоффман, где она там была, я уже забыл там. На прошлом сотне. Да, на прошлом сотне. Там он очень подробно рассказывает про алгоритм. Ну, повторить можно как бы следующее. То есть, да, там используются ссылки на википедию для расчёта релевантности. То, что, если я вёл там Москва или Москва, значит, наверное, надо всё-таки начинать со столицы нашей Родины, с разных городов там, мелких там, ну, в Америке там и в Африке. Наверное, там, насколько я помню, используют размер, да, вот этой вот статьи на википедии, чтобы понять, да, что если большая статья, значит, это важный город. Может быть, всё-таки он использует какую-нибудь популейшн или что-то такое? Размена статьи – это очень хорошая карьера. Надо срочно наслудить, как он спросил Купышева. Голдокум небольшой статья там. Слушай, а ещё, что мы на темном превышим примером, оно очень плохо работает. По сравнению с тем геокодером, который на ВСМРУ, да, мы же геокодировали десятки тысяч объектов. Он рядом не лежал. Знаешь, тут, наверное, проблема просто в том, что ВСМРУ немножко больше адаптирован для наших реальностей. Скорее, сокращение поддержки этого. Наверное, он просто более адаптирован для нашей России. А номинатим – он мировой. Поэтому у него свои зазовы хорена. Тут немножко разные вещи, потому что номинатим – это всё-таки… Ну, есть адресный поиск и пиокода, да, где-то немножко разные вещи. Потому что номинатим – он натаска на то, чтобы найти там по подставокам, по… Ну, там, по выкинутым словам, улица, там, ещё что-нибудь. По тому, чтобы человек набирает сквариатуру в поле на вот тут срочно фор. А будет, ну, по заквариатуру, он смотрит, рассматривает те от Исааков, с которыми приходится сталкиваться, когда ты кредит и пастешь на туру. Ну, конечно, это тоже самое, что я писал под сроком. А как ты разделяешь гео-код и адресный пилосик? Ну, тебе нужно… Например, так, в вещах… Там не было написано название улицы, да? Это тебе нужно найти, но при этом, если тебе можно гдеогонять какой-нибудь большой список, у тебя не будет таких появлений, скорее всего. У тебя будет полностью написано. Я вот могу по нашему опыту сказать, что, как бы, адресный поиск в вебе человек набирает мало, очень короткие адреса, ему вываливается список, он принимает решение. Если нужно пакетное гео-кодирование, то это всё плохо подходит, потому что нет уверенности, что верхний адрес вообще правильный. Да. То есть, чтобы сделать автомат из этого, это очень сложно. И, как правило, когда идёт пакетное гео-кодирование, адрес всё-таки формализованный, более-менее зад, зад, как бы, достаточно точно. Ну, это, мне кажется. Такой пример интересный в выдаче результатов номинации. Я ввожу город Тула в кириллицы, и первым выдаётся город Тюль во Франции, а Тула только вторая. Может, ты кто-то объяснил, почему? Ну, раз Гастатина. Гуку совсем другие, Тюль, там, Юл, вторая. Так он транслитировал и понял, что на Франции это рулит. Ну, видимо, да, считаю, что это так... Ну, понимаешь, транслитерация тоже это безумная совершенно тема, да, так сказать, как вот сравнивать названия на разных... Как там строить там всякие... К сожалению, есть ещё один очень печальный фактор, связанный с тем, что именно город Тула в Осме достаточно плохо нарисован. И одним из факторов ранжирования может быть детализированность в Осме. Количество объектов внутри полигонии. А именно Тула и... Это печально, но Тула... В Туле нет местных материалов, судя по всему, и, несмотря на то, что уже больше года там есть качественный вид, Тула не нарисована. Ну, вот видишь, перевоз где. Ну, я не о том спрашиваю, как я спросил, как работает номинатий в этой ситуации. Да, там есть сложное ранжирование, понимаете, в любом случае. Сложное ранжирование, значит, она... Ну, пап, вы про город Тюля не слышали, ты, может быть, даже перевезли. Ну, тем не менее. Я вот повторю как бы идею, почему вообще вспомнил про номинатий, то есть, там еще раз подчеркнутость, про номинатий, слава богу, есть материалы, можно, так сказать, изучить. Здесь хотел бы почему-то просто следующее, что номинатий использует поиск по геометрической близости, по геометрической близости. И поэтому для него нет необходимости требовать строгой вложенности объектов, причем с соблюдением единственности. С соблюдением единственности. А пусть навигатор, ну, примитив. Он сперва строит строгую иерархию, и потом уже только в рамках этой иерархии и что-то можно найти. Если там при строении иерархии, там где-то ошиблись, то мы ничего не найдем, ничего не найдем. Начнем вопрос к номинатий, но есть же сайт, номинатий.m.org, где можно оплатить все запросы и узнать, почему там. Один город выше, друг, но там же. Ну, наверное, да. Можно еще вопросы по поводу адресов на паят? Да. Если какой-нибудь адрес простой, типа там опять по улице, и еще в нем десяток этих поезд, что найдет навигатор? Если на каждом поезде стоит адрес. Вот десяток адресов вы видите? Ну, здесь я могу сказать только по-разному. Ситигит что-то. Ситигит ищет по домам, по домам. А адрес поя, он там, по-моему, может тебе показывать, когда ты в них тыкаешь. Тыкаешь мышкой. То есть для него это больше информации. По-моему, в Европе, когда они точками ставят адреса, у них на точках building.es, по-моему, тега нет. Нет, конечно, нет. Это и в этом и не должно быть. Почему? Потому что building.es я поставил на контент. Я поставил на контент. А второй раз, так сказать, мне building.es ставить не надо. Да. Получается, что игнорировать эти точки нельзя. Но если эти точки к кое относятся, то вроде как они лишние. Сложно. Ну там все очень сложно. Вот. Да. Обработка базы данных COSM, она в основном заключается в учете каких-то безумных нюансов. Типа того, что надо в каком случае, куда посмотреть, что игнорировать. Да, поэтому обработка данных COSM, использование каким-то нетрадиционным способом, это как раз и есть тайное знание, доступное только посвященному. Да. 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 А вот так лучше. До новых встреч. Assad. От那 poster.